Матфея 6 Матфея 6 Важно доверять Господу И уповать на Него И вот смотрите, посему говорю вам Не заботьтесь Для души вашей Что вам есть И что пить Есть такие люди среди нас, которые переживают Что мне есть, что мне пить Цены растут, зарплатам Нет Есть такие люди? И притихли все Как будто все такие Что мы там говорим На домашних группах, когда встречаемся Или друг с другом Ой, как трудно, как тяжело Цены растут Все плохо Вот тебе Иисус-то говорит И тебе, и тому, с кем ты там Разговаривал до этого Не заботьтесь И ты, и твой друг Для души вашей Что вам есть И что пить Или это Россию не включает Везде не надо заботиться Но, Господь Если бы я жил в Америке Я бы, пожалуй, не заботился Или где-нибудь в Германии Но мы живем в России Нет, это включает все страны Не заботьтесь Для души вашей Что вам есть И что пить Не для тела вашего Во что Одеться Посмотри ближний В одежде он пришел сегодня на собрание Скажи ближнему Бог даст тебе одежду Необходимую К тому же Нас так Бог благословляет Глобальное потепление Уже тулупы не нужны на Урале А? Валенки не нужны Унты не нужны Уже все В ботиночках ходим Слава Богу За глобальное потепление Пусть там они В теплых странах переживают А нам глобальное тепление Не помешает А? Не все же им радоваться Не все же им там Загорать на солнышке И наша пора должна прийти Правда же? Хорошо Во что одеться? Душа Не больше ли птищи И тело Одежды И вот смотрите Бог говорит Взгляните На птиц Небесных Они не сеют Не жнут Не собирают в житницы И Отец ваш Небесный Питает их Вы Не гораздо ли лучше Их У вас У кого-нибудь есть дома птицы? Может попугайчик? Есть кто-то у кого птицы? Ну по мшетюрками Вообще ни у кого птиц нету Съели всех Или что? А вот У меня когда был маленький Были попугайчики Одно время Вот Потом хуже не было Вот Да вот посмотрите Интересно Что когда Господь Говорил какие-то Глубокие вещи Он часто брал Брал Такие наглядные Примеры И Один из уроков Иисуса Христа Это был Были птицы Посмотрите На птиц Мы очень много Можем Чему Научиться У птиц Я хочу сегодня Вам рассказать Про одну Птичку Невеличку Она очень маленькая Однако Это Самая быстрая птица На нашей планете Ее скорость Достигает 150 Км в час Догадались О ком я говорю? О ком? Калибре Я говорю Не самая маленькая Птичка А самая быстрая Птичка Вы видели калибре? Кто-нибудь видел калибре? Я видел калибре Она как бабочка Вы видите Куда она? 150 км в час Вы представьте Она умрет Вы что? Нет Не калибре Самая быстрая птица А? Кто? Страус? По-моему Страус Это самая большая птица Вы как-то Птиц по размеру Как-то оцениваете Ну Может быть В плане питания Это имеет значение Да? Маленькая Или большая Нет Самая быстрая Птица На зиму Она не самая маленькая Тем более Она не самая большая Но она самая быстрая Это птица Стриж Можно вот показать Птица Стриж И вы знаете Вот эта птичка Невеличка Она не просто Очень быстро Очень быстро летает Но она порой Может провести В небе Целый день И даже ни разу Не присесть Почему? Потому что Эта птица Очень интересно Устроена Можно фотографию Где ее лапки У нее совершенно Уникальное строение Лапок Вот посмотрите Лапки Стрижа У нее 4 Пальчика таких И все эти 4 Пальчика Как грабли Направлены В одну сторону Видите, да? В одну сторону Направлены Обычно У птички Есть еще одна лапка Вот такая, да? В одну сторону И в другую Вот, например У близкого родственника Стрижа Ласточки Очень похоже Иногда даже Стрижа с ласточками Путают, да? Но у Ласточки Один пальчик Вниз, да? А у Стрижа Нету этого пальчика Внизу Все 4 пальчика В одну сторону В одну сторону Как грабли И Вы понимаете Что из-за Такого строения Лапки Стрижу Очень Трудно Находиться На какой-то Поверхности Почему? Потому что Вот, ну, представьте себе Вот, если бы Вы что-то брали Вот Возьмите Вашу ладонь Вот, возьмите И пальчик большой Уберите, да? Вот У вас только 4 пальца, да? Вот вы, например Что-то Что-то Можете взять Вот Когда вот есть еще Пятый палец Раз И вы уже так вот Вот Что-нибудь дайте мне Вот Раз, да? Вот я могу взять, да? А представьте себе Если бы у меня было Вот не было этого Большого пальца, да? Вот Можно тоже взять Но Неудобно Поэтому Стрижу Очень неудобно Даже сидеть на ветке Вот представьте себе Вот он Зацепляется за ветку Но Всегда есть риск Перевернуться И Тем более Стрижу Очень неудобно Находиться на земле Можно вот еще одну картинку Где стриж Находится на земле Как раз Вот Потому что Когда он находится на земле Ему даже взлететь тяжело Посмотрите Вот такие большие крылья То есть Стриж, конечно, может взлететь Иногда говорят Стриж с земли не взлетает Он может взлететь с земли Но ему это трудно Потому что Он не может лапками оттолкнуться Ему нужно только силой крыльев это сделать Вот А крылья у стрижа Видите Большие Мощные И поэтому С земли Вообще Не просто Стрижу взлететь Да И более того Вот с этими Маленькими такими Двумя грабельками Он с трудом Вообще Передвигается по земле Он даже Он даже ползать не может Но Для стрижа Это не проблема Почему? Потому что Ему на земле Делать-то и нечего А зачем ему что-то делать на земле? Нечего делать на земле Он со своими лапками Ну сами понимаете Не может ни за мухами Ни за червячками Он Даже ползать ему тяжело Если он каким-то образом Обычно вообще стриж никогда не садится на землю Но если по какой-то причине Он оказался Он оказался на земле То ему довольно трудно взлететь Но это не проблема Потому что ему делать там нечего Весь корм Который необходим стрижу Он Получает в воздухе Поэтому Стрижей Вы не увидите На земле А даже иногда Если они на земле Помните у нас По-моему пару лет назад В северной части города Люди находили стрижей Да было много Много-много стрижей И даже какая-то проблема считалась Потому что они Буквально С трудом не могли взлететь А некоторые изможденные И вообще не могли взлететь Я вот хочу вам открыть Послание к Колоссиным Слова Знаменитые слова Апостола Павла Вот первые три стиха Прочитаем Третьей главы Послания Колоссской церкви Итак Если вы Воскресли Со Христом То ищите горнего Где Христос Сидит Одесную Бога О горнем Помышляете А не о земном Ибо вы умерли И жизнь ваша Сокрыта Со Христом В Боге Помните Однажды наш Господь Иисус Христос Сказал Что сыны Века сего Порой пронырливей Порой Хитрее Вот в этой земной жизни Мы иногда Пробуем Как бы Действовать Методами Этого мира И у нас Ничего Не получается Потому что Когда Бог Создал нас Родил нас Выше Когда мы Приняли Иисуса Христа И стали Новым творением Во Христе Иисусе То мы стали Вот кем-то Наподобие Стрижа То есть мы стали Совершенно Совершенно Особенным Да Я говорю Стриж Он 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 Не садится На землю Он даже На деревья Не садится Чаще всего Вот если Стриж Уже и садится Ну конечно же Надо там Гнезда делать Он садится На вертикальную Поверхность Можно вот Еще одну фотографию Где Стриж Находится На скале И вы знаете Вот На скале Стрижу Подобных Нет Потому что Вот даже Без этих лапок У него Это как Когти Альпиниста Вот такие Он зацепляется Из-за стены Домов И почти Что вот Гладкие Вертикальные Поверхности И благодаря Своим Когтям Он очень Прочно Может Подниматься По стенам И потому Если чаще всего Мы видим Стрижа Не в полете Мы находим Его Либо на скале Либо на стене Либо на стене Дома Где там Вот они Видите В этих расщелинах Они себе И гнезда делают Там для своих Для своих птенцов Находятся То есть Они живут Совсем не так Как Наши Любимые голуби Там Или Воробьи Он Всегда где-то В вышине Этим он Отличается И там В воздухе Если например На земле Его любой Помоечный голубь Может обогнать И вырвать у него Пищу из-под клюва Да То в воздухе Равного ему нет Ни по скорости Ни по выносливости Ни по умению Там они находятся И вот драгоценные Точно так же Вы знаете Мы то часто думаем Что Бог Нас делает Особенными В этой обычной Жизни А Бог Нам дает Новую жизнь Не просто Он нам помогает В старой жизни В жизни Где люди Двигаются Эгоизмом Или своими Амбициями Нет Бог Нас делает По-новому И мы не просто Новое творение Но мы Новая жизнь Самое прекрасное Название для Христианской церкви Правда же Мы находимся Вот в этой Новой жизни Жизнем Жизнем Полета И когда Достаточно Корма Когда много Всевозможных Букашек Там Разных Мотыльков То стриж летают И он может Целый день летать И ни разу В течение всего дня Он не садится Ни на ветку Ни тем более Ни тем более На землю Потому что да Он тратит Много энергии Но он сильный И он прямо в полете Восполняет Эту энергию О том что он Прямо в полете Питается Драгоценный Вот знаете Когда я Размышлял об этом Я увидел Что вот в этом Наша христианская сила Мы часто Пробуем Соперничать С этим миром Там Где нас мир Обставляет И уходим От тех сфер Где Бог Нас делает Особенными Самыми быстрыми Самыми стремительными Самыми выносливыми И самыми уникальными Это сферы горние И именно через горние Мы можем получать И себе благословение И приносить благословение Людям Которые Которые Окружают нас И поэтому Когда Мы даже пишем Наши планы Наши цели На Новый год Мы не должны Забывать Что все эти планы Все эти цели Так или иначе Должны быть Устремлены к горнему Устремлены К небесному Я в своей жизни Много раз Наблюдал Что чем больше Я Размышляю О небесном Чем больше Я устремлен К горнему Тем больше Бог заботится О разных Практических Сферах Моей жизни Там Питание Одежда Но когда Иногда Я начинаю Как бы Опускаться Опускаться Бывают Такие Проблемы Когда Например В дождливую погоду Мошек Очень мало В воздухе В дождливую погоду Когда там Ненастье Все Мошки Они где-то Внизу И стриж Летает И он не Находит себе Корм И в итоге Стрижи Вынуждены Спускаться Вниз И они Летают Тратят Много Энергии Энергию Не Восполняют И они Спускаются Вниз И буквально Изможденными Они Находятся На земле И поэтому Я говорил У нас Даже Писали В новостях Пару лет Назад Когда Находили Много Стрижей На земле И даже Некоторые Думают Что они С земли Не могут Взлетать Нет Они могут Взлетать С земли Им тяжелее Но они Могут Взлетать С земли Они Они находились На земле И не могли Взлетать Не потому Что они Не могут Взлетать А потому Что они Были Изможденные Усталые Они Не находили Корма Из-за Погодных Из-за Погодных Определенных Условий И поэтому Смотрите Есть вещи Вот в нашей Жизни Как бы Благословение Нашей жизни Состоит Из двух Частей С одной Стороны Есть то К чему Мы Призваны А с другой Стороны Есть то Что Бог Делает Для нас Потому Что мы Не просто На свою Силу Или на свою Скорость Или на свой Полет Уповаем Мы Уповаем На него Мы Должны Молиться И просить Господа Чтобы В нашей Жизни Была Прекрасная Погода Чтобы в нашей Жизни Бог Делал Много Благословений Вот Чтобы Не было Вот этого Дождя Не было Ненасти Как вот Стрижи Летают И ничего Не находят Мы Уповаем На него Он Источник Жизни Он Источник Всех Благословений Не наше Умение А Он Правда же Чтобы в воздухе Было Как можно Больше Мошек Как можно Больше Корма Как можно Больше Благословений Я говорю С точки зрения Конечно Стрижей Но Даже Когда Бог Дает Много Благословений Мы Можем Не летать А ходить Вот по земле Своими Лапками Просить Господа Бог Дай нам Благословения Бог говорит Я дал Но они В сфере Горнего А ты А я Вот в сфере Земного Вот я Живу Земным Я действую Земными Методами А какие Земные методы С волками Жить Поволчи Выть И сегодня Время Трудное Сегодня Время Тяжелое Если Бог Говорит Храни День Господен Что у нас Шесть дней Работа Седьмой Отдыхай А мы Говорим Ну Сегодня Такое Время Я уже И в воскресенье В церковь Не могу Ходить Там через раз А потом Уже раз В месяц А потом Уже вообще В церкви В церкви Не бываешь То есть Ты ходишь По земле И ты Пытаешься Думать Что я Разовью Вот как бы Скорости Потому что Ведь у людей Этого мира Получаются Они там Где-то И из земли Достают Корм Свой И я Пробую Тоже с ними Но ты По-другому Устроен Они Может И находят Они такие Землеходные птицы Страусы Куда тебе Со страусом 5-10 граммов Что ты с ним И ты Пытаешься В сфере мира Соперничать С миром И ты Неизбежно Проигрываешь Причем Люди Просят Боже Помоги мне Я не думаю Что Бог Им должен Тут Помочь Вот в этих Земных Методах В этих Соревнованиях Которые Устраивают Люди Мира Сего Ты просишь И Бог Тебя благословляет Но Он благословляет Тебя хорошей погодой Он благословляет Тебя прекрасными Благословениями Но они должны быть В сфере горнего А не в сфере земного А ты просишь Его там Где земля Находится Просишь И Он дает Тебе благословение Но ты До этих Благословений Так И не можешь Подняться Потому что Ты живешь Как люди Этого мира По философии Людей Этого мира Небо ждет Тебя Стриж Хватит уже Ползать там Даже на ветке Сидеть Выше может быть Других Но не там Где Бог хочет Бог создал Для тебя небо И мы В этой Земной жизни В этом Земном бытие Должны уже Жить Иными Ценностями Иными Принципами Принципами Божьего Царства Принципами Небес Принципами Благословений Поэтому Драгоценные Вот когда мы с вами Говорим Вот об этом Новом Дарованном нам Господе Времени Этот Новый Год Мы конечно же Хотим Переживать Его благословение Переживать Его благословение Каждый день Но Чтобы Не просто Бог посылал Для тебя Благословения А ты еще был Их способен Получить Принять Ты должен Жить В тех сферах По тем Принципам Которые Бог установил Для Царства Божьего И вот Когда Бог делает Со своей стороны Все что может А Он Всемогущий И когда Ты Живешь Там Где Он Тебя призвал Летаешь В тех сферах Которые Он Предназначил Для тебя А для стрижа Бог не Предназначил Землю Он небо Предназначил Для стрижа Вот тогда Ты И Божье Благословение Встречается И ты можешь А у Бога Избыток Благословений Ты можешь Летать В этих Благословениях Целый день И не уставать Помните Как написано В Писании Что Надеющиеся На Господа Обновятся В силе Расправят Крылья Как стрижи Полетят И не встанут Ну Они может быть Авторы Священного Писания Не слишком Там у них Орлов больше Но я думаю Если бы сегодня Иисус Про стрижей Я бы говорил Поднимут Стрели Как стрижи И будут Летать И не устанут Пойдут И не утомятся Поэтому Знаете Примите Вот такую Простую Картину Как Иисус Любил Говорить Такими Простыми Картинами В своей Нагорной Проповеди Просто Да Трудно Понять Нет Но если Ты это Воплотишь В свою Жизнь Это Изменит Все И этот год Станет Совершенно Особенный Во всей Твоей Жизни И все Доскажут Аминь Давайте Сейчас Закроем Глаза И склоним Головы Илья Можешь Выйти Закроем Глаза И склоним Головы И Я хочу Продолжать Молиться Вместе С вами Вот об этом Предстоящем 2020 Годе Чтобы Этот год Был Годом Небес Чтобы В этот Год Вылетали Есть Столько Вещей Которые Пытаются Вас Заземлить Опустить Вниз Уподобить Вас Себе Бери Пример Сострижей Не равняйся На других Птиц Которые Получают Корм На земле Люди Этого мира Они там Шустро Себе Получают А ты Опускаешься И у тебя Ничего Не выходит Худые Сообщества Развращают Добрые Нравы Вы знаете Огромное Благословение Когда верующие Общаются Друг Друг Вдохновляют Друг Друг И огромное Проклятие Когда верующие Вырождаются Просто в такую Христианскую Тусовку Где просто Перемывают Косточки Друг 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 Оскорбляют Друг Друг Озлоблены Озлоблены Друг На друга Ты умрешь На земле Ты умрешь Вот в таком Окружении Ты умрешь Духовно Умрешь Если будешь Продолжать Вести Такой Стиль Жизни Потому что Бог Сделал Нас С тобой Особенными Непохожими Он Убирает Из нашей Жизни Вот те Инструменты Которые Помогают Людям Этого Мира Потому что Для Бога Это Не чистые Вещи Но Он Дает нам Несравнимо Больше То, чего Мир этот Даже не имеет Силу Духа Святого Полет Неба Поэтому От нас Зависит Будем ли мы Подниматься К горнему Или мы Будем Ползать По земле От всех Отставая О горнем Помышляйте К горному Стремитесь Неземному Всемогущий Господь Я Я Молю Мой Бог Чтобы Наши Планы Наши Цели В этом Новом Году Были Небесными Чтобы Небеса Были Той Сферой В которой Мы Живем В которой Мы Дышим В которой Мы Переживаем Твои Благословения Где Мы Питаемся Господь Где Мы Наполняемся Твоей Славой Во Имя Иисуса Христа Освободи Моих Братьев И Сестер От Тех Сообществ Которые Приземляют Их Которые Заставляют Их Жить Померзки Мыслить Померзки Иметь Мерзкие Ценности Мерзкие Взаимоотношения Для нас Это Проклятие Потому что Мы Созданы Для Другой Жизни Для Жизни Не Неба Для Жизни Вечной Поэтому Господь Да Может быть Мы Похожи На Других Птиц Но Мы Не Такие Как Они Мы Твои Дети У нас Есть Что-то Особенное То Чего Нет У Людей Этого Мира И В этой Сфере Господь Нет Равных Твоему Народу Сфере Небес Нет Равных Твоим Детям Господь Потому что Это Наша Стихия Это Место Нашего Обитания Во Имя Иисуса Христа Благослови Господь Когда Разные Искушения Разные Испытания Будут Атаковать Нас Пытаясь Сбить Наш Полет Я молю Мой Бог Чтобы мы Никто из нас Не поддавался Этому Искушению Мы Не жили В тех Сферах Которые Неестественны Для нас Не созданы Господом Для нас Там Мы Неизбежно Будем Последними Там Мы Неизбежно Будем Проигрывать Но В небе В сфере Горнего Нет нам Равных Потому что Ветер Святого Духа Поднимает Нас Выше И выше Дает нам Силы Силы Нашим Крыльям Летать И не Утомляться Питаться Переживать Благословение И продолжать Летать Господь Слава Тебе Боже Честь И Хвала Давайте Еще раз Возьмем За руки Друг Друг Боже Благослови Благослови Чтобы Мы Поддерживали Друг Друг Чтобы Каждый Из Нас Не Опускал Другого На землю А наоборот Помогал Подняться Выше Вдохновлял Летать А не Ползать По имени Иисуса Христа Укрепи Мой Бог Укрепи Я молю Мой Бог Коснись Верующих Которые Возможно Разочарованы И Опускаются Все ниже И ниже Покажи Господь Что Чем ниже Мы Опускаемся Тем Больше Наше Разочарование Тем Меньше Твоих Благословений Я молю Я молю Чтобы мы Поднимались Господь Во имя Иисуса Поднимались На крыльях На крыльях ветра На крыльях Духа Святого Аллилуйя Слава тебе Иисус Слава тебе Господь Хвала тебе Честь Аллилуйя Я молю Мой Бог Чтобы Наша церковь Была Местом Благословения Для каждого Стремящегося Летать Для каждого Стремящегося Горнему Чтобы Все Мероприятия Церкви Были Устремлены Горнему К Небесному Чтобы Все Собрания Поднимали Нас Выше Каждое Богослужение Каждая Проповедь Каждое Прославление Каждая Молитва Поднимала Нас Выше И Выше Господь Аллилуйя И мы верим Если мы будем летать Ты позаботишься О нас Ты позаботишься Чтобы Было Достаточно Корма Достаточно Питания Для нас Чтобы Тучи Рассеялись Не было Дождя Спасибо тебе Иисус Укрепи Укрепи Вдохнови На полге Во веки Веков Отче наш Сущий На небесах Да До святится Имя Твое Да Приидет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя И на земле Как и на небе Хлеб Наш Насущный Дай нам На сей день И прости Нам Долги Наши Как и мы Прощаем Должникам Нашим Ибо Твое Есть Царство И сила И слава Во веки Аминь Должникам 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 Нашим Должникам Должникам